Всем привет, дорогие друзья, с вами Моисей, и наконец-таки вы, я надеюсь, дождались серии... Чё, блядь, чё фарты выключились? Ладно, неважно. В общем-то, наконец-то вы дождались серии по Евротрак Симулятор, а именно с модом Восточный Экспресс. Я, честно говоря, не помню, какая это версия, но, в принципе, это и насрать, да, на самом деле. Главное, что это Россия, главное, что это прикольно. Сейчас я вам, кстати, покажу карту. Я вот, как видите, добавил кенворд. Вообще, несколько тачек, 30 штук, я хочу заметить, одним паком. То есть, и они все идеально проделаны, по-моему, они их, ну, мододелы, просто забрали из Американ Тракт Симулятор. Ну, это не точно, но, по-моему, это так и есть. 30 машин у них получилось. Я, правда, не уверен, есть ли вообще столько машин в Американ Тракт? Так. Я вот хочу показать вам карту, которая на данный момент у меня сейчас здесь есть. Можно, пожалуйста, подальше? Чё, по ФПС. Так, вот, ну, всё, дальше уже нельзя. Это вот карта России, Москва, Ярославль, бла-бла-бла-бла. Вот карта Европы. То есть, она у меня помещается, вот такая карта всей Европы. Ну, Англия ещё, да? Вот. Ну, вот стандартная карта, по сути, вот такая. А у нас она вот такая. С мод, да? То есть, ну, понимаете, да, масштаб? И вот ещё вверху Мурманск есть ещё, так, не на фиговом таком расстоянии, вам хочу сказать. Сюда ещё уходит до Тюмени. Ну, то есть, здоровая карта, на самом деле, очень классная. Я вот ездил уже в Геленджик, тут Джубка, Туапсе, Сочи, ну, вот все вот эти города южные. Там больше вообще не поеду, потому что там серпантин жёсткий. То есть, ну, продуманная игрушка, реально. Я посмотрел по карте дорогу от Геленджика до Одессы, да, я ехал в игре, а потом посмотрел в реальности. Ну, действительно, совпадают всё так же. Херсон, Николаев, ну, карта сделана наоборот, но хорошо. Вот. В принципе, по карте, наверное, всё. Карты классные, качайте, бывают эти плохие дороги. Так что вот так. Да, вот видите, у меня грузовичок такой, Кенвард, ещё самый первый, то есть, он маленький, тут ещё нет никаких дополнительных этих спалок больших. То есть, он ещё маленький пока, но, естественно, копим, зарабатываем, да. Так, ну, ладно, поехали. Заводимся. Вон, всё. Вот у меня синенькая подсветка, её, правда, плохо видно, но вот маленький кружочек у тахометра и спидометра, тут синенький такой, на вот её днём, как-то почему-то более ярко видно. Всё, поехали. Зачем я включил поворотник. Так, что у нас по бензину? Пам-пам. Так, не на эту кнопку. Так. Да повернись уже. Нет, это не то, не то. Ага, вот, четыре стреллита, тысяча четыреста километров, ну, нормально. Я уже поставил метку. Мы с вами сейчас поедем в Белгород, кажется. Так. Видите, у меня тут мадамы на стекле. Висят девочки, девочки. Девочки, девочки, бля, чё скажу, ну. Так. В путь, дорогие друзья. Американская тачка, игрушки. Всё это висит, всё это двигается. Собачка меня ещё прикалывает на торпеде. Тут, кстати, в этом моде, ну, вот, в этом грузовике, просто куча точек, куда можно прилепить всякие игрушки. Вот у меня всего четыре игрушки на торпеде, да, вот, собачка, компас, ну, там бутылка какая-то, непонятно. Вот. А там их, ну, вообще-то хренища можно напихать, но я уж не стал тут. Просто, видимо, для тех, кому как нравится, куда хотите припихнуть. Припихнуть. Ну, ладно. Ну, вы поняли, короче. Так. Давайте забираем груз. Пригнали на базу. Здесь, видите, на базе тоже эти американские грузовики. Ну, в смысле, не на базе, они везде, потому что их ещё, то есть, дополнительно ещё и в трафик добавляются они. Так, прямые перевозки. Вот он наш груз. Едем... А, нет, мы в Орел едем. А, я почему думал, что в Белгород? А, в Белгород я уже приехал. Ну, ладно, едем в Орел. 295 километров, ну, 300, нехуй ехать. Я думаю, как раз на видос будет нормас. Чтобы уж не совсем долго. Но, вообще-то, ребят, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях. Или просто поставьте лайк. Я буду уже знать насчёт стрима по вот именно Евротрак. Я, конечно, настраивал, пытался. Может, кто-то видел, уведомление приходило. Кто-то даже попал на стрим. Но... У меня уж слишком лагало. Да и это было дело ночью. Надо, конечно же, днём это всё делать. Вот. И настраивать, чтобы хотя бы играло нормально. Потому что, ну, тоже будет, смотрите. Здесь всё будет тупить и лагать. Сейчас 20 фпс в игре. Но это сейчас за город выйдем. Там будет нормально. Так что не переживайте, ребят. Как говорится, комп. Какой есть. Всё. Так. Прицепляемся. Пока монетизация Ютуба не позволяет покупать более мощные запчасти, так скажем. Так. Постепенно. Вот я не знаю, как будет с дорогой сейчас. Потому что я когда сюда ехал... Из Одессы я сюда приехал. Тоже примерно такое же расстояние было. Ну, чуть побольше. Я заколебался тормозить. Потому что дороги там, ну, реально разбитые начинаются. И едешь, ну, максимум, ну, 30 км в час. При этом, когда я обычно езжу, ну, около, там, 100... 110, то есть, разница, конечно, огромная. Так, надо аккуратненько ничего не зацепить. И вот, и, кстати, ребят, да, почему добавил мод на American Truck... Ну, в смысле, американский грузовик добавил, почему? Потому что, ну, надоело, реально. Ну, да, FV, Scania, Volume. Ну, что-то они подзатрахали уже, на самом деле. Серьезно, уже это все. Европейская шняга, потому что... Постоянно уже на них захотелось американского что-то. Ну, чтобы, видно, большой, такой массивный был. И на них реально интересно. Прикольно. Я их раньше вообще сейчас никогда не любил. Потому что раньше как раз-таки были 18-леток колес, там, конвой, ну, все вот эти вот игрушки. Вот. И там как раз-таки не было безносых тачек. Ну, то есть, вот этих европейских. Там были как раз только американцы. И мне они заколебали еще тогда. И я их с тех пор перестал любить. А сейчас, наоборот, они мне стали нравиться. Потому что у них сзади очень большая спалка. Ну, не на этом, конечно. На этом еще у меня маленькая. Потому что он сам в себе еще маленький, грузовичок. Почему говорю еще? Потому что здесь же можно все-таки ченинговать. Мы можем поставить сзади такую большую спалку классную. Вот. Спалеры большие на крыше, что, ну, будет массивный такой. Но сейчас такой маленький еще. Может быть, даже смешной. Вот. Почему я все время говорю вот-вот-вот? Пиздец, я начал за собой замечать, если честно так. Вот почему все время обгоняют к заслужению дороги, а? Что за хрень? Капец, блин. Надоели. Стены из-за них аварии какие-то случаются. Ой, кайф. Ну, прям кайф. Я обожаю ночью ездить, если честно. Прям шикарно. Мне прям нравится. Ставьте лайк, если вы любите есть ночью. Ну, блядь, давай, может, остановимся тут вообще. Блядь, и так не едем ни хера. Семьдесят километров. Я так буду до завтра ехать. Ну, что, ребят, давайте как-то это посустреть можно. Сейчас мы их, наверное, обгоним. Какая-то пиздец как опасная, на самом деле. Сейчас хоть какая-то по премии дорожка будет. Не. Сколько у нас, кстати, груза-то? Сейчас посмотрим, сколько у нас тоннаж. А, ну, 11 тонн нормально, в принципе, легкие идем. В принципе, с 11 тоннами можно и поворот. Блядь. Сука. Я вот таких ямочек, кстати, не встречал. Блядь. Сука. Все, закончились. О, нормально. Это еще нормальная дорога, ребят. Это вот эта пара ямочек, это вообще херня какая-то, на самом деле. У меня еще такое, я вообще первый раз вижу. Там обычно просто дорога нахуй кончается. И начинаются такие прям кочки здоровенные. Там, ну, реально, быстро не поедешь. У меня этот шарик, он до потолка подпрыгивал вот так. Так, погнали. 10 передач пока еще только. Потому что все еще начинается как раз только на самое начало. Ну, как самое начало? Вообще-то на этом профиле уже 6,5 тысяч километров прошел. В принципе, не так уж, что и много. Так, так-то. Ну, тем не менее, уже 6 уровень почти. Или уже 6 уровень. Надо смотреть, в общем. Ай, да, ребята. Так, едешь, начинаешь о чем-то думать, задумываться. Ну, че, блядь. Кто-то поворачивает, походу. Хорош. Эй. А, 50 километров. Ну, да. Карта очень классная, на самом деле. Вы уже, как видели, масштаб. То есть, расстояние реально здоровое. О, Курск у нас налево. Кто-то, видимо, на Курск уходит. Блядь, и никто не повернул. Холь тормозят-то все. Все такие правильные стали. О, кстати, ремонт. Сейчас я заеду, хочу вам показать, какие можно побрякушки навешать. То есть, ну, на торпеду, на... Ну, вообще на всю тачку, потому что я далеко не все заполнил. В Евротрак, например, постоянно мне не хватало, что что-то еще закинуть, еще что-то там. Еще какую-то игрушку нацепить, еще что-то сделать. Здесь с этим вообще никаких проблем нет. Вот. Я вот говорю. Жалко, вот, девчонок не видно, они у меня там висят. Ну, а, кстати, сейчас будет видно. Сейчас как раз-таки заедем на тюнинг, ну, на ремонт, тюнинг, там. Все в одно. А, поезд, ебте. В какой-то город мы уезжаем, или село это. Куда-то мы отъехали немножко от Белгорода. И тут уже что-то у нас есть. Сколько мы, кстати, проехали? Ну, мы, наверное, нифига еще не проехали, на самом деле. 226 сос, ну, почти 100 километров проехали уже. Нормально. Я думаю, реально, вот, можно записать стрим, попробовать. Мне кажется, должно нормально зайти. Потому что, в принципе, реально интересно так покататься, поснимать. Конечно, по сети было бы еще веселее, но по сетке с модами не поиграешь, ребят. То есть, никак это не может получиться. Это опять одно и то же. Вот. Ну, в принципе, там можно и по сетке так-то. Мне даже несколько подписчиков писали, что, мол, давай там поиграем. Там, в Евротрак. Что-то по сети кто-то. Ну, кто-то тоже играет, видимо. И, в принципе, всем собраться. И, я думаю, можно устроить какой-нибудь конвой. Хотя бы там машины 3-4. Думаю, вполне возможно, наверняка и зрители еще кто-то будет играть. Так. Где-то поворот здесь должен быть. Давайте повернем сюда. Я вам покажу уже, что у меня, собственно, в кабине. Потому что что-то я неудачно выбрал ночь. Вот. Но я вообще оставлял та ночь. Думаю, сам сегодня поеду. Я потому что ночью больше нравится есть. Я не планировал записывать. Но потом что-то все поменялось, как обычно. В общем, ну, это нормально. Так. Магазин апгрейдов. То есть, видите, кабины можно еще дополнить. То есть, здоровые. Но это уже совсем 10-й, уровень 20-й. Это, видимо, совсем здоровенные. Там будут они. То есть, по подвеске еще тоже можно. О, кстати, что-то новенькое. А. Нет, ничего. Ну, о чем, блин. Хотя, с другой стороны. Блин, 9-й. Да не, вы что, ребят? Нет. Это слишком. Так, 450 лошадей. Да вы что, у меня круче двигатель стоит. Успокойтесь. Коробка тоже, видите, можно 16 передач поставить. 13-10. У меня 10 сейчас стоит. Надо тоже уже что-то модернизировать. Вот, видите, у меня подсветочка вот такая синенькая. Ее почему-то ночью не видно. Не знаю почему. Можно ничего. Можно красненькую. Вот такую. Ну, и тут, видимо, еще какие-то цвета будут. Вот, видите, тут девочки. Девочки-припивочки. Вот так вот надо делать просто. Здесь это мишура. И вот можно убрать. И вот, видите, девчоночки. Стоят такие. Ой, красоточки-малышечки. Вот, этот цвет тоже меняется вот здесь. Вот, можно что-то выбирать, вешать. Здесь можно еще повесить. Но здесь уж совсем. Так, давайте обратно прикрепим нашу штучку. Так. Ну, вот здесь у меня всякие вещи стоят. Ну, это, в принципе, как обычно. Вот, видите, заканчивается и все. То есть, ну, красивенько, конечно, салон. Тем не менее, тут уже заканчивается. А когда поставим кабину, туда еще дальше можно будет. Там большая спалка. Так. И вот, видите, можно сюда вещь какую-то поставить. Сюда, что-то, сюда, что-то. Ну, конечно, вот так что-то, но это зачем. Может быть, собачку другую поставим, ребят? Как вы на это смотрите? Такую. Мне такая-то не нравится такая. Хм. Почему бы... Нет, 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 нет. Я не хочу ничего менять. Мне все нравится. Я не буду ничего менять. Мне все... Кстати, рули, смотрите, можно рули поменять. То есть, можно вот эту такую прибамбушку, как на КамАЗе, влепить сюда. Но я уж не стал такое делать. Вот. А рули реально. То есть, был стоковый, я думал, ну, в принципе, нормальный руль. Так-то, что бы и нет. А тут такой, такой, еще вот такой прикольный есть. Всякие беленькие. И даже трехспицевый появился. Вон еще какие. Ну, вот. То есть, ну, классно. С тюнингом реально здесь ограничений нет. Они еще поднапихали, смотрите, спереди. Так, нет, не здесь. Вот. Блин. О, решетка менять, может? О, решетка. Вау. Мы, может быть, сейчас что-нибудь и сделаем. Еще такая чер... Нет, черная не буду. Вот что-то типа такой решетки и огни еще можно поставить. Так. А вот здесь... Блин, где же эта... Где же эта кнопочка? Ага, вот. То есть, сюда можно, сюда что-то, сюда, сюда, сюда прилепить. Но почему-то здесь какие-то непонятные хрени. Вот такие вот штукенцы. Я их поставил только вот по краям. Потому что, ну, сюда, например, ставить вот такое. Блядь, что это такое? И здесь тоже они. И вот... Че-то я... Че-то я не понимаю для чего вообще. Поставил зеркало, реально помогает. Дальше что? Сюда можно прилепить такие вот заглушки. Ну, блядь, нахуй не нужно. И самое, че я офигел, можно поставить подсветку. Это же пиздец, да? Ну, я не стал, думаю, я уж не буду так настолько. О, кстати. Ёпта мать, еще можно трупы. То есть они еще кочегарить будут. Да? А почему бы нет? Я хочу. Будут кочегарить. Агу. Ха, блядь, мне нравится. Так, и давайте поставим бампер тогда. Вот. Вот такой, чтобы здоровее... Ох, блядь. Ёпта. Блядь, а здесь тоже что-то? А, вот, фары можно поставить. А сюда вот нельзя, да, фары поставить? Так, уберись. Сюда вот нельзя, фары. Вот, здесь только эти хрени. А вот на бампер можно прилепить уже что-то. Так, ну давайте поставим что-нибудь. Так, можно сам вниз, пожалуйста. О, блин, надо как-то подумать. Так, сколько... Ну, 19 тысяч можно что-то поставить, на самом деле. Вот что-то может быть... Вот так как-то я не знаю. Я, по-моему, какой-то колхоз сейчас сделаю. Ну, в принципе, почему бы я не... Так. Ох. Ха. Прикол. Мне нравится. Так, ну пока не буду еще больше пихать. Но в будущем, я думаю, можно будет что-то сделать еще дополнительно. Так. Блядь, ну трубы мне вообще нравятся, если честно. Я их просто не заметил первый раз. Так, на 7 тысяч мы набрали тюнинга. Начинаем оплатить... Блядь, нельзя заходить в тюнинг. Слишком дорого это все дело. Так, они вот сейчас дымят, да? Зебись, а хули, у меня машина не работает. Ничего. Ладно, не будем на это обращать внимания. Так. Все. Ну-ка, они будут по-разному пихать, нет? Или все одинаково? По-моему, то же самое. Так. Поехали. Кстати, вот сейчас подсветка появилась. У меня, может, она обралась куда-то? Я же вроде не был такой в начале видео, да? Так. А, кстати, фары надо врубить. Потому что они не включаются. Вот передние. И на крыше. Вот так. Ну-ка. Как наш красавец. И... Почему недостаточно мощно? Ага, вот такое вот у нас. По-моему, классно. Фух, нихуя себе он слипит. Так, ладно. Сейчас бы отсюда выехать аккуратненько. Не задеть бы никого. Давчик, давчик. Чё ж ты сюда такой поставил? Ну, сейчас как-нибудь будем по чуть-чуть как-то аккуратненько езжать. Так, давай-давай-давай-давай. Так, так, так. Аккуратненько. Всё, я думаю, проезжаем. Всё, погнали, ребята. Дальше. В путь-дорогу. Немного заехали на тюнинг. Прикупили. А, вот, а сейчас пропало. То есть, только, видимо, под этим, под фонарями видно эту подсветку. Так, никого. Никого нет. Ну, поехали. Так. Выезжаем, собственно, в ночь из какого-то города. Ну, да, вот так и бывает авария. Кстати, реально, я частенько тут влетаю. Ну, как частенько? Бывает, в последний раз я ехал, всё нормально было, а вот до этого рейс у меня был из... из Геленджика я ехал в Одессу. Сам первый рейс, там, тысяча километров. Я, блин, навигатор неправильно повёл, там можно было проехать за 800 километров. Я проехал, блядь, за тысячу. Нормально. Ну, не суть, ладно. И на подъезде уже чё-то уже ехал, уже... Ну, ночью тоже ехал. Уставший. И так, бахс! На 20% урона. Я получил за груз 17 тысяч и отдал за ремонт 10 тысяч. То есть... Не очень-то выгодно я проехал. Вот. Поэтому надо, блин, вообще сохранять бедительность. И карта очень большая, реально. Даже такое ощущение у меня, что 300 километров на Восточном Экспрессе и 300 километров, например, в обычном Евротраке всё-таки отличаются. Потому что здесь как-то ты дольше едешь. Не знаю, почему так. Вот. Вроде я, наоборот, привык уже так долго ехать. А вот после Еврик это что-то сюда-то пришёл и здесь что-то так... долговато. В принципе, нормас. Чё. Ну, стрим надо делать, ребят, реально. Со стримом будет, я думаю, огонь. Потому что хотя бы уже общение с вами, чат. У меня как раз-таки второй монитор стоит. Не знаю, попадает он в кадр. Не попадает вряд ли, наверное. Второй монитор стоит. На нём я же могу отлично смотреть, там идёт стрим, не идёт. То есть, ну... Всякую такую информацию нужную. Хотя бы, чтобы понятно было. Сейчас, тем более, насчёт МТА. Я по МТА, по-моему, вообще ещё ничего не снимал. Насколько я помню. Но в МТА скоро откроется новый сервер. Радмир. Может быть, кто-то знает. Очень классный. Меня позвали там на бета-тестирование. Позвали на бета-тестирование. Да! Позвали тебя, блядь. Оставил я заявку. Ну, просто там всех принимали на самом деле, подряд. Вот. Всех, кто оставлял, всех принимали. Ну, как звучит-то, да? Позвали на бета-тест. Позвали тебя, блядь. Позовёшь тебя. В общем, не об этом. Реально, сервер классный. То есть, вот, Радмир МТА реально... Посмотрите, ребят, если кто-то вот играет всякие РП. Типа CCD Planet, Смотра РП. То есть, ну, такие серваки. То Радмир, я думаю, их так пришпилит немножечко. Потому что... Потому что клёво, реально. Потому что я вот реально жду уже... Там же на бета-тесте вам даётся... Сейчас зависнуть. На бета-тестирование вам же даётся неограниченное количество средств. Ну, чтобы всё-таки протестировать все автомобили, там все баги какие-то некоторые. Вот. А мне уже хочется реально нормально поиграть, покопить там на машины. То есть, и опять же, можно по этому видосу записывать. Я сейчас не снимаю, потому что администраторы запретили какие-либо стримы, либо видеосъёмку, потому что, типа, бета-тест. Ну, видимо, не хотят заглашать информацию или ещё чего. Ну, честно говоря, я не знаю почему, потому что, ну, чего там такого. Ну, бета-тест и бета-тест. Какая-то лишняя реклама им не помешает. Не знаю почему. Сказали бы, например, что именно уведомлять в каждом видео то, что это бета-тестирование, что возможны баги и так далее. То есть, ну... Ну, им вине, как говорится, потому что парни уже не первый год в этом деле. Хотя, может, первый. Честно говоря, хуй его знает. Ну, нет, я слышал, что они что-то ещё создавали. А тем временем, за разговором, время идёт... Так, 150 километров осталось. Что-то оставил GPS-ку. GPS-ку. Вот это я сказал. То есть, видите, уже... Пейзаж, кстати, меняется, ребят. Реально меняется. Вот сейчас это не так заметно. Вернее, это вообще не заметно, потому что мы ехали из Белгорода, там уже вот эти деревья, уже зелень, уже так. А когда я ехал из Геленджика в Одессу, там вот нихуя такого не было. Там в основном были поля и какая-то зелёная трава. О, в смысле, жёлтая трава. Ну, видимо, там пшеница, я не знаю. Что-то, короче, там росло прям полями. Вот, я ещё так обратил внимание, думал, почему-то нет ни зелени, ничего нет. А здесь, когда уже ближе к северной части России подъезжаем, я просто постепенно перебираюсь в Ярославль. Я просто, ну, сам из Ярика. Вот, и всё-таки хочу там купить гараж, постепенно туда перебираюсь. Вот. И ближе уже к подъезду. К подъезду. Чё за это у меня какие-то фразы дебильные, блин, надо чаще снимать какая-то. У меня с дикцией уже проблема. И когда... Короче, к северу, блядь, начинается зелёная хрень. Я заебался от этого уговаривать. Вот. Меняется пиздаж, и карта охуенно. Вот и всё, блядь. Сдолбался уже тут красивыми фразами всё выписывать. Блин, как мне нравится вся эта... кабин аксессуриес. Ну, эти аксессуары в кабине. Шарик этот. У меня он был раньше мячик. Такой, мохнатый. Вот. А сейчас этот шарик. Полезная информация, да, парни? Спидометр лежит. Летим. Сейчас скажу сколько. Сто тр... Сто тридцать, блядь. Нихуя себе. Валищая телега. Ну, хули один стон. Нормально, нормально. Так, надо тормозиться. То есть, а... Какая-нибудь собака выбежит из деревни, из этой. Соберём проблем, блин. Так, ну, нормас. Мы, кстати, уже... Кафешка какая-то. Вот, смотрите. Какой-то хаттель. Чё-то тут какой-то рынок. ДПСники, то есть... Ну, прикольно. Реально сделано. Какие-то вот дома такие старенькие. Просто, кто живёт в этом регионе, те, ну, те понимают, что это... Ну, что это за строение, что это за городок. Ну, просто он на карте никак не отмечен. Ну, не написано, вообще ничего нет. А те, кто реально проживает в этом регионе, они знают, что это за город, что они тут пытались показать. Потому что... Я сам в Ярике, я когда ехал из Ярославля в Москву, ну, на Восточном экспрессе, там тоже попадается вот такая вот, типа, маленький город. Вот. И он никак не отмечен на карте. Хотя, на самом деле, это перестал из Залезки. Вот. То есть, он никак не отмечен был здесь. Ну, я такой думаю, о, нифига себе, это же так продумано. И действительно похоже, потому что, возможно, они как-то по фотографиям это все восстанавливают, не знаю. Но, правда, похоже реально, то есть, так и есть там Кремль у них. Класс. Класс. Игрушка нравится вообще. И, кстати, самое интересное, то, что они сделали, не игрушки, вернее, мод, то, что они не наложили поверх карты Европы, да? То есть, как это делали, например, в Герман Трак-симулятор, в симуляторе там по Англии. То есть, они просто приложили сверху, примерно в ту точку, где, ну, Россия находится. Ну, немножко не там, конечно, она должна быть чуть ли, но не важно. Суть в том, что действительно так и получилось. что когда, например, у меня сохранения остаются с Евротрак, то есть, без модов, они спокойно загружаются с картой вот этой России, потому что карта просто рядом. То есть, она не накладывается друг на дружку. Потому что, например, в Герман Трак-симуляторе была такая хрень, что если ты заходишь в профиль, который уже там, ну, например, достаточно катал, да, уже по Германии, и ты раз переходишь на карту России, Германия уходит, Россия появляется, и получается, что ты там ощущаешься, ну, просто нигде, там в космосе, то есть, багать с игрок, короче говоря. Вот здесь такого нет. Здесь все продумано, я считаю, классно сделали. Можно еще посмотреть, еще посмотреть, потому что это не одна шеруска карта, то есть, еще есть Росмэп, еще что-то там, что-то более восточное есть, ну, более восточные города, которые, вот. Вот. подсмотреть, ребят, потому что, ну, восточный, вроде как он сам популярный, но это я не знаю, это не точно, то есть, но от Гоба карты, конечно же, тоже классно, то есть, они там вообще огроменные, у меня там первый заказ был на 5000 километров, то есть, там сразу первый заказ приезжаешь, у тебя там до 8 уровня все прокачалось, вот. Ну, там Гоба-то, конечно, серьезные карты делают, их сливают, конечно, парни, но карты у него серьезные, то есть, прямо дальняк, так дальняк, он сам, видимо, дальнобойщик или кто-то, не знаю, но ведет себя, по крайней мере, так. Вот видите, тоже какое-то поселение, я вот, в рот его не знаю, что это за поселение, ну, как поселение, какое-то маленькое село, может быть, даже маленький городок, вернее, большое село, либо маленький городок, что-то такое, видимо, уже, кстати говоря, рассвет, видите, уже там красивенько встает, солнышко, кто-то он спит, вот, вот такие поля были у меня, то есть, всю дорогу, вообще не было деревьев, такие поля, а сейчас, видите, появляются деревья, я думаю, еще ближе, к центральной части, то есть, там ближе к Москве, уже будут, наверное, какие-нибудь леса, прям такие, русские такие леса, вот, потому что здесь все равно еще такая южная атмосфера, хотя вот здесь уже, в принципе, нифига не южный, здесь уже нормально, так, нам прямо, я пропустил, на что там был указатель, поэтому надо, нам налево сейчас уходим, а, на 15 километров, ребят, осталось, вот мы, собственно, уже и приехали в Орел, классный городок, если ты из Орла, ставь лайк, но я сомневаюсь, но возможно так и, опа-попа-попа-попа-попа, дорожечка, так кончилась у нас, что-то какие-то ямочки, у нас тут на въезде были, какой-то еще городок, а, ну, это вот, тут и есть Орел, да, так, и, кстати, ребята, то есть, заметьте, города нифига здесь не маленькие, то есть, они гораздо больше, я хочу сказать, чем в Евротро, серьезно, потому что, ну, реально больше, без потому что, действительно больше, потому что, в Еврике ты, едешь там по кругу, там, буквально там три базы, там, и все, здесь может быть тоже эти три базы, но город больше, реально, то есть, в Москве там, конечно, окружные, но это ладно, в Москву мы еще приедем, посмотрим, как там что, вот, до Москвы мы еще не доехали, но мы идем на пути, к Ярику и Москве, так, тем временем мы уже, собственно, и приехали за разговором, я болтого не знаю, сколько времени прошло, но вы-то уже знаете на видосе, это нормально, вот только проблема этих всех девочек, что они мне все загоражают, тут Брянск у нас, дальше идет, видимо, по дороге, надо сейчас тоже посмотреть, какой-то, какой-то груз, то есть, чтобы все-таки он шел, не назад, а куда-то в сторону Москва, Ярославль, мне все-таки надо туда попасть, вот, будем сейчас что-то, подбирать, но это уже, наверное, будет следующая серия, это будет следующий видос, возможно, стрим, опять же, то есть, я стрим уже настроил, у меня все получилось сделать, но, вот, он лагал, я не знаю, что-то надо с этим сделать, вот, возможно, это комп, но говорят, что трансляция, ну, как бы, может быть, это вообще не из-за компа, это может просто трансляция глючит, или что-то такое, да, например, поэтому надо это все настраивать, все это надо решать, но, в принципе, я этим сейчас потихоньку и занимаюсь, скоро, кстати, выйдет видос, ребят, про эксперимент, мы делали эксперимент Гансфельда, вот, с друзьями, то есть, там, кстати говоря, и Ваныч, и Даган, если кто их вообще помнит, потому что это, мы с ними очень давно записывали, и очень давно уже не записывали видосы, это, наверное, больше года, намного больше года, вот, и уже с ними собрались, записали этот эксперимент, и, ну, получилось достаточно интересно, сейчас вот уже, он в процессе монтажа идет, будем, будем смотреть, как там получится, что-то я как-то криво заезжаю, надо купить зеркала немножечко другие, здесь есть зеркала еще, с нижним кружочечком, так, ага, вот, на подиум, заехали, достаточно, так, расцепка, опускаются опоры, мы приехали в город Орел, ребята, отлично, супер, ну, можно сразу ли кто-то показать, пожалуйста, все, огонь, мы апнули, болт там в рот, так, сука, да не, ну, согласитесь, прикольная эта анимация этих труп, нормас, ну, мне нравится, все отлично, так, давайте посмотрим, что у нас есть по грузам, возможно, мы уже что-то увидим, так, из Орла, да ладно, это Москва, блядь, ребят, неужели я уже доехал, по чуть-чуть, я просто реально, грустно, Москву, 389 километров, ребят, я просто рад, потому что я уже еду, сегодня будет третий день, реальный третий день, ну, в жизни, сука, мать его, третий день, когда я еду, блядь, с Геленджика, сука, вот с этого Геленджика я еду, в Ярославль, да-да, дорогие друзья, а дальше мы уже маханем на север, вот, в Мурманск, ну, до Мурманска я, конечно, не знаю, доедем мы или нет, но, я думаю, мы не доедем, конечно же, мы куда-нибудь до Петрозаводска, может, Лешегорск, но самый прикол, что вот в северных городах, по-моему, точно не буду ждать снег, ну, явно там нет гололеда, я почти в этом уверен, но там снег, где-то я просто это видел, то есть, через Тулу мы едем в Москву, класс, еще Москва есть, Гомель, вот это не туда, Воронеж, опять на юг, я не поеду, Чернигов, нет, мне это не надо, мы едем в Москву, следующий груз у нас будет в Москву, ребята, ну да ладно, что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и хотите что-то подобное, потому что, я думаю, на моем канале достаточно интересно такие видосы, вот, все-таки в этом направлении как-то стараюсь снимать, с вами был Моисей, всем удачи, пока, ребята, до свидания, до свидания. С вами был Моисей,